Приветствую вас и ответ на вопрос, который вы задаёте, вам придётся найти самим. Вы аноним, поэтому даже не знаю самой или самому. В любом случае это вам решать. Делать так или иначе мы за вас этот выбор не можем сделать, потому что психологи не дают советов. Тем более, что вы совершенно не раскрыли свою ситуацию, вы совершенно её не описали и непонятно абсолютно всех обстоятельств того, что у вас произошло. В любом случае, чтобы простить и если простить, то если мы говорим о прощении как таковом, то для него требуются определённые условия для того, чтобы вы могли простить и жить вместе. Во-первых, необходимость чёткое всестороннее понимание того, почему человек сделал то, собственно, на что вы его, ну, загрудняетесь, простите. Второе, необходимость, чтобы человек осознал, что то, что он сделал, например, не ужасно плохо, причинило вам боль и так далее. Вам необходимо, имея представление о том, почему человек поступил именно так, учесть потребности, которыми руководствовался человек при совершении своего поступка. И только если вы поймёте, почему человек совершил его, чем он руководствовался, и только если вы увидите его раскаяние, и только если этот поступок был совершён первый раз, и человек искренне жалеет о том, что его сделал, вот только в этом случае можно человека простить, но не сразу, показать ему, что вам больно, показать ему, что вам тяжело, показать ему, что вам неприятно, чтобы он приложил какие-то усилия для того, чтобы доказать вам, что он действительно понял, что совершил. Только в этом случае можно человека простить и жить вместе. С другой стороны, если у вас есть определённые представления о семье, например, о взаимодействиях между членами семьи и о том, как должна складываться их жизнь, и если вы считаете, что данный поступок нарушил ваше представление об этой жизни, ну вот, такое бывает иногда. Если вы считаете так. Ну, в таком случае, я полагаю, что имеет смысл не прощать человека, если вы будете думать о том, что у вас семья неполноценная, если вы будете думать, там, например, хуже о себе в случае прощения его, если вы будете думать о своей семье хуже и так далее, вот. В этом случае прощать, конечно, не стоит. Как и не стоит прощать, если нет оснований думать, что человек этого не повторит. Правда, в ситуации с представлениями о семье и об отношениях есть, конечно, определённые нюансы, которые мне бы хотелось затронуть при ответе на ваш вопрос. Дело в том, что представление – это, по сути, результат установок, которые у вас есть. Социальная установка. Ну, то есть, например, предположим, что произошла измена, и предположим, что вы такой человек, что если вам изменили, вот, изменили партнёр вашего вам, вы его уже больше уважать не будете. Ну, вот такой вы человек. Так вот вас воспитали, такая вот вы личность. Вот не будете вы уважать своего партнёра больше. Да, вроде бы простили, да, вроде бы уже и не больно, да, вроде бы уже и не забыли, но вот уважения никакого нет. И в этом случае, если у вас нет уважения, или если вы знаете, что уважения этого уважения не будет больше, вот в этом случае я рекомендовал бы вам не прощать человека, потому что ничего хорошего из этого не получится для вас. Ничего хорошего из этого не выйдет как не аппарадоксально и для него, для того, кого вы хотите прости тоже. Потому что человек-то будет надеяться на то, что вы его простили, значит забыли, значит может двигаться дальше, а это не так. Ну, в важном случае это не так. И тогда получается, что вы просто-напросто обманываете и себя, руководствуясь своими какими-то потребностями, может быть желаниями, может быть страхами даже, может быть некими ложными шелями, например, детьми у вас вот есть в, у вас есть вот упоминание, что это семейные отношения. То есть, собственно, складывается вот именно так. Подумайте, пожалуйста, об этом и исходя из всей информации, которую я вам представил, постарайтесь сделать вывод. И тогда уже примите решение и, приняв это решение, уже не отступайте от него. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!